Добрый день, друзья! Возвращаемся к теме нашего прошлого видео, где я рассказывал о шансах нынешнего президента Украины на предстоящих выборах. И я затронул тему подкупа избирателей. И я спрогнозировал, если заасфальтируют яму возле твоего дома, поставят новую детскую площадку или занесут пенсионерам торбочку с консервами, гречкой и лекарствами, то 100% пенсионеры с стройными рядами пойдут голосовать за президента Порошенко. И многие мне в комментариях начали возражать, мол ты уже отстал от жизни, сейчас гречку уже носить никто не будет, а будут тупо раздавать деньги избирателям. То есть будут действовать по типу сетевого маркетинга, будут давать избирателю деньги, ну допустим 300 гривен, и заключать с ним письменный договор. Как будто он нанят на работу агитатором на выборы, а на самом деле никто агитатором работать не будет. Просто банально человек взял деньги и должен пойти на избирательный участок и выполнить свою задачу, проголосовать за нужного кандидата. И в подтверждение моих слов, сегодня во многих украинских СМИ прошла информация о том, что депутат Верховной Рады от Народного фронта Виктор Романюк обратился к главе Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, а также к руководителям Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, с просьбой привлечь народного депутата от блока Петра Порошенко Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей. Об этом говорится в депутатском запросе, который, соответственно, депутат направил 6 апреля в Национальное антикоррупционное бюро. В своем запросе Романюк сообщил, что к нему обратились с жалобами о подкупе жителей Обуховского и Васильковского районов Киевской области. Вот что он конкретно написал. 8 марта эти носители политической коррупции посещали жителей Обуховского района и навязывали людям традиционные гречковые наборы, побуждая за кого голосовать на следующих парламентских выборах. В частности, избиратели подкупали дешевыми средствами личной гигиены, шампунь и махровыми полотенцами китайского производства с надписью «Хорошего дня, Игорь Кононенко». А вот что у себя в фейсбуке написал Денис Бигус, который занимается антикоррупционными журналистскими расследованиями. Тем временем, народный депутат Игорь Кононенко устроил турне по Обуховскому району, одарив учителей дешевым шампунем и полотенечком. Давайте поможем Даше отгадать, по какому округу будет баллотироваться нардеп Кононенко. И внизу две фотографии. Белое полотенце, где в уголочке написано «Хорошего дня, Игорь Кононенко». И вторая фотография «Шампунь и поздравительные открытки». И как бы с юмором Денис Бигус пишет дальше «Вообще можно было бы эффективнее использовать площадь полотенца. Мои люди сидят на скважинах газа, мои люди сидят в оборонке, мои люди сидят на угле. Хорошего дня, Игорь Кононенко». Кстати, мне лично понравился один комментарий под этими фотографиями. «Игорь Кононенко уже у твоей мамки в ванной». Здесь намекается на подаренный шампунь с полотенцами. А как вам вот такая картинка в комментариях? Следует отметить, что в украинских СМИ давно уже прошла информация, что Петр Порошенко назначил своего лепшего друга Игоря Кононенко смотрящим по Киевской области. То есть Игорь Кононенко возглавил областную партийную организацию блока Петра Порошенко. И ни для кого уже не секрет, что Игорь Кононенко имеет большое желание идти на предстоящие парламентские выборы по округу, в который входят Васильковские и Абуховские районы. Ведь жители Абухова рассказывают, что их город уже очень давно развешан баннерами с портретами Игоря Кононенко. Таким образом, за полтора года до парламентских выборов Игорь Кононенко начал окучивать себе округ. И его можно понять. Ведь представьте, а если весной Петра Порошенко не выберут президентов, что тогда делать Кононенко? Единственный выход – идти в парламент, чтобы получить депутатскую неприкосновенность и обеспечить себе более-менее спокойное будущее. Ну а народный депутат Арманюк просит внести сведения в единый реестр расследований и начать уголовное производство по факту подкупа избирателей. А также просит провести расследование и установить лиц, разносивших подарки, а также организаторов подкупа избирателей и привлечек уголовной ответственности. Но если честно, ребята, мое мнение, никто этим заниматься не будет. Но вот вы лично верите, что Порошенко будет щемить своего лучшего друга. Ведь достаточно посмотреть пленки беглого депутата Онищенко, чтобы понять, что Игорь Кононенко и Петр Порошенко – это практически одно целое. Ну а нам с вами только остается наблюдать, как дальше будут развиваться события. А на этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня. Мальдивы Казнокрадам. Офшорам слава! Субтитры создавал DimaTorzok